Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня пятница. Я по традиции готов был сказать, что мы подводим финансовые итоги недели, но это не так. Это не совсем так, потому что тема сегодняшней программы – новые инструменты инвестирования. Мы будем говорить о структурных продуктах, ну и не только о них традиционно. Представляю сегодня в гостях Сергей Дрогавцев, руководитель отдела биржевого рынка инвестиционного холдинга Финам. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, Олег. И Александр Лопутин, директор. Слушай, сколько у тебя тут запятых. И Александр Лопутин, директор, руководитель направления персональной брокерской обслуживания и структурные продукты брокерского дома «Открытие». Добрый вечер. Да, добрый день. Добрый день. Получилось правильно. Нормально. Для вас, уважаемые слушатели, я напоминаю, телефон в студии 6510-996, код Москвы 495. Также у вас есть возможность присоединиться к нам, к нашей беседе, задать вопрос, прокомментировать все, что вы сегодня слышите. На сайте финам.фм. И еще раз напомню, то же самое вы можете сделать, зайдя на сайт холдинга финам, финам.ру, и присоединиться к видеотрансляции нашей беседы, которая уже, собственно, началась. Ну и последнее приготовление. Традиционно нарисуем картину маслом. 1805 в Москве. Что же мы видим на это время на мировых финансовых площадках? Начнем с индикаторов российского рынка, которые сегодня растут. Не так они, может быть, и весело растут, но все же. Индекс РТС на 1806 прибавляет процент. Кстати, хорошая цифра. 1 и 3 нуля. Процент 1434 пункта, текущая котировка. Индекс ММВБ 1406, чуть больше процента у него в плюсе. Сырьевые рынки и Форекс выглядят следующим образом. Нефть марки Брент 110.73 за бочку. Ну, небольшое, по сравнению с вчерашним закрытием, небольшое, так сказать, снижение, но вполне прогнозируемое. Золо 1725, текущая котировка, тоже немножко начала корректироваться. Евро-доллар вновь отскочил от 1.30, снизу текущая его котировка 1.2977. Основной набор голубых фишек торгуется в положительной территории все же. Ну, можно выделить некие лидерства. ГМК Норникель 2,2%, прибавляет 3% Сбербанк сегодня, вон что. Ну, и падает Ростелеком, кстати, несмотря ни на что. Да, ему нелегко это, потому что все растут, а он падает, он упорно против рынка. Наверное, есть в этом какая-то, да, идея, какая-то причина для этого есть. Как это говорят, слухи о возможном маржин-коле Малафеева спровоцировали маржин-кол Малафеева. Не дай бог, конечно. Не говори. То есть ты считаешь, что исключительно все вокруг маржин-кола движется? Я думаю, что это скорее есть какие-то, может быть, мы чего-то не знаем, и даже скорее всего чего-то не знаем, но это скорее такой вот информационный повод. Это скорее действительно вызвано по большей части какими-то слухами, спекуляциями и так далее, нежели какими-то серьезными изменениями в оценке компании. Ну да, серьезно изменить оценку компании поводов-то не было особо. Ну да. А слухами, как известно, земля полнится. Вот они и наполняются. Ну и по поводу рубля, надо сказать, он сегодня немножко приседает вот против доллара. Я смотрю в моменте, да, 30.90 уже доллар-рубль. То есть рубль немножко отдает сегодня. Вот такая картина масла. Давайте начнем наш разговор. И так, прежде всего, нас с вами, наверное, ну и наших слушателей интересует некая макроэкономическая составляющая, некая фундаментальная составляющая, вот что касается слухов и фактов, что происходит на рынках. Сегодня, кстати, доходы и расходы буквально перед нашим с вами эфиром, да, вышли по штатам и, видимо, немножко разочаровали рынок, потому что началось небольшое падение по основным активам, по крайней мере. Саш, давай с тебя, давай с тебя начнем. Ну, что происходит сейчас в мире? В мире, да. Ну, в общем, на самом деле, вот если так брать новостной фон, да, без какой-то конкретики, но все-таки. Вот просто из тех новостей, которые читал, какой вот, в принципе, фон? Про Европу говорят уже, прошу за тавтологию, говорят фоном. То есть она вот есть, она как бы постоянно там что-то происходит и так далее, то есть на нее особое внимание уже перестали обращать. Это вот как всегда говорят про погоду, и сейчас еще и про Европу да куча, вот прям всегда. Сегодня, кстати, господин Драги выступал, сегодня он это делал или вчера? Я уже запамятовал, да? Ничего нового не сказал? Да, в то же время там более-менее спокойно, то есть с Грецией вроде там первые транспортные 4 миллиарда, они расплатились, дальше, скорее всего, будет еще предоставление денег необходимое. То есть позиция Германии по-прежнему такая, что мы не намерены там никого из Евросоюза выгонять или даже выпускать, я бы так сказал. Ну и кормить особо не будем. Ну и кормить это понятно, это всегда так говорили, действительно, кормить не будут и не хотят, и понятно, их можно понять. Вот, дальше потихонечку, в принципе, индексы PMI, то есть менеджеры по закупкам, начинают восстанавливаться в целом, это скорее там не вопрос текущей недели, а вопрос, не знаю, месяца, квартала. Потихонечку начинает поднимать голову экономика Великобритании, честно говоря, вот не помню по каким показателям, то ли про производство, то ли ВВП по третьему кварталу уже потихонечку начинает нормализовываться, да? То есть если такие глобальные трендики посмотреть, ну да, ну вот там плохо, рецессия. Кстати, извини, кстати, господин Драги вчера сказал о том, что экономика еврозоны уже там во второй половине тринадцатого года уже покажет рост, да, то есть она как бы поднимется. Скорее может показать рост, действительно, вот, и очень низкие доходности были по испанским и по греческим бумагам, да, то есть вроде были менее нормально. Опять же посмотреть риск, индикаторы риска и индикаторы страха, это CDS, это доходности госбумаг и это индексы волатильности. Все внизу. Волатильность очень низкая, доходность очень низкие CDS, соответственно, довольно низкие и довольно дешевые. То есть, и, собственно, рынки-то болтаются, то есть если посмотреть более длинный период времени, например, там текущий год, да, мы по итогам года в нуле, по-моему, или даже в минусе небольшом, ну, как-то в нуле. Ну, это еще, подожди, до конца года есть целый месяц. Да, вот, year to date, что называется. А что-то, например, в плюсе, да, то есть они стоят там близко к максимальным своим значениям. То есть сейчас вот именно идет, такой выдергивает отдельные идеи, в целом рынки не растут, хотя потихонечку уже, и, кстати, и нефть, то, собственно, стоит на довольно высоких значениях и стоит стабильно. Стоит она, да, 110. Стоит стабильно. Ну, а нам особо не надо, чтобы она росла, нам надо, чтобы она стояла более-менее спокойно, прогнозируемо, и не падала, да. Вот. Единственное, ну, если там вот уже ближе к нам, ну, да, ну, отток капитала, действительно такая, ну, паршивая вещь, которая деньги там от нас забирает, там, может быть, не дает инвестировать и так далее. Ну, нужно понять, что мы, там, к российскому фондовому рынку, если уже смотреть, почему там денег мало, сколько у нас, 5, по-моему, миллиардов забрал Сбер, миллиард, по-моему, забрал Мегафон. Ну, да. Вот. И так-то, и так-то... Вы считаете из мертвого рынка 6 миллиардов, да, и слава богу, что стоит. Сережа, ну, вот, извини, пожалуйста. Конечно. Сережа, смотри, вот, ну, если ты согласен с Сашей, да, то действительно, вроде бы, никакого особого негатива на рынках нет, да, а на нашем рынке это никак не отражается. Полностью согласен с тем, что рассказал Саша. Вот. Хотел бы немножко дополнить картину, он ее обрисовал с точки зрения таких фундаментальных новостей. Скорее по макро, да. Макро, да, какие-то новостей. Вот, я бы хотел рассказать пару слов про рынок, как человек именно, вот, приверженец технического анализа. Так или иначе, все новости, все события, происходящие на рынке, они находят свое отображение в котировках того же индекса, там, или отдельных акций, если мы говорим про акции. Так вот, если смотреть на картинку индекса ММВБ, я перед глазами распечатал, действительно, с начала года индекс у нас фактически стоит в нулях, там, плюс-минус, там, 2-3 процента. Вот, сходили в начале года вверх, потом упали, сейчас вернулись, сейчас такой сужающийся диапазон. То есть, мы и упасть не можем, и вырасти толком не можем. Снизу уровень поддержки, ну, я бы обозначил 1350 пунктов. Сверху локальное сопротивление 1400, более такое глобальное 1500. Вот, то есть, на мой взгляд, для таких вот глобальных каких-то операций на рынке, для уверенного захода, для покупок, надо ждать пробоя уровня 1500. Вот, если это будет сигналом, что мы готовы расти. Что сломлен, вот, у нас нисходящий тренд, который наблюдается, ну, где-то полтора года уже, вот, который начал формироваться, верхушка его была где-то в середине 10-го года. Вот, пробой этого уровня 1500 как раз нам сигнализирует о том, что можно аккуратно покупать и становиться в лонг надолго, что называется. Вот, ну, а пока вот в нынешней ситуации рынок болтается на месте, можно сказать, да, очень маленький объем, очень снизляется волатильность. Там полтора коллеги участвуют в торгах, диапазоны дня, ну, просто смехотворные, там, ну, какие-то там, не знаю, полпроцента, там, два процента. Вот, сегодня Сбербанк плюс три, это на графике выглядит, как огромная белая свеча. Вот, так что, ну, глобально надо просто затаиться, ждать, чем дело кончится и примкнуть победителем. То есть, если будет, еще раз скажу, пробивать 1500, ну, наверное, можно аккуратно покупать. Ну, здорово, смотри, да. Как-то так. Нет, нет, это нормально, и, причем, абсолютно логично, абсолютно аргументированно. Ну, самый, меня, по крайней мере, да, смущает больше всего то, что надо сидеть и ждать. А, кстати, хорошо получилось, я сказал, что происходит, а дальше мы выясним, что делать. Да, это логично, правильно. Нет, ну, нормально, да. Два вопроса, да. А чего делать-то, сидеть и ждать? Ну, для большинства частных инвесторов, я так понимаю, это не совсем привычное дело. Ну, еще... Все-таки люди приходят зарабатывать деньги. А вот здесь, а вот здесь вот я поспорю с тобой. Ну, опять же, вот изначально, как бы, откуда я пришел, я был инвестиционным консультантом, то есть личным брокером, который торговал с клиентом рынком. И в очень многих случаях, когда у клиента чешутся руки, когда что-то надо сделать... Саш, Саш, подожди, это очень интересная история. Знаете, мы сейчас слушаем новости на Финам.фм, а потом ты... Договорились. Итак, продолжаем наш разговор. Уважаемые слушатели, я напоминаю, в эфире Финам.фм.сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем, традиционно обсуждаем финансовые рынки. Ну, и в свете последних событий, вполне логично, наверное, будет поговорить о неких новых инструментах инвестирования, о структурных продуктах. Сегодня в гостях Сергей Дорогавцев, руководитель отдела биржевого рынка инвестиционных холдингов Финам, и Александр Лапутин, директор, руководитель направления персональное брокерское обслуживание и структурные продукты брокерского дома открытия. Ну что ж, продолжим, и ты рассказывал интересную вещь. Да, 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 вот. И, собственно, работая с клиентами, когда вот действительно хочется что-то сделать, и иногда чешутся руки и так далее, не знаешь, что делать? Нет, сейчас, в настоящий момент, особенно с технической точки зрения, нет хорошей точки входа. Самое главное, доходные инвестиционные рекомендации, не делай ничего, пока не понимаешь. Вот, это действительно так. А теханализ, это вообще как, это, Серёж, не в обиду, вот, абсолютно нормально, я сам тоже с технарями. Техническому аналитику можно не думать, его задача реагировать. Вот, есть пробой? Есть. Нет пробоя? Не надо думать, будет он, не будет. Дождись и сделай, самая правильная, самая проверенная вещь. Ну, мы торгуем то, что видим. Да, очевидно, я полностью согласен с этим, конечно. Ну, да, да, я тоже соглашусь, не поспоришь, это вещь очевидная, и тем не менее, тогда уж давайте поговорим о том, вот, в нынешних условиях, ну, каким образом заработать деньги на рынке можно, Серёж? В нынешних условиях. Ну, как мы сказали, условия для такой, скажем, направленной торговли. Активной торговли. Активной торговли по тренду или против тренда акциями. Достаточно непростые времена, потому что движения сейчас такие ненаправленные, знаете, как движения осциллятора. Такие вот тренды отсутствуют, любое движение заканчивается быстрым восхлопанием и опять втягиванием какой-то вот средней некой. Вот, торговать сейчас действительно непросто. Можно попробовать порекомендовать в данных условиях структурные продукты, коль скоро мы собрались о них поговорить. В чём плюс таких продуктов? Что это вообще такое? Чем они могут заинтересовать инвестора? Вот, ну, это продукт, в общем и целом, такой финансовый продукт, который состоит из небольшой части, которая вкладывается в производные финансовые инструменты, обычного опциона, и большая часть инвестируется в инструменты с фиксированной доходностью. Вот, продукты, структурные продукты могут быть совершенно различной направленностью, направленной как на рост рынка, так и на падение, на сохранение, на то, что он будет находиться в диапазоне, на то, что он выйдет из этого диапазона. От этого составляющие этой структуры меняются? Конечно, конечно. То есть мы сначала, когда приходит нам человек, клиент потенциальный, заинтересованный этим продуктом, мы рассказываем, с ним общаемся, выясняем его предпочтения, его взгляды на рынок, как он расценивает ситуацию, на что он хочет сделать ставку, на рост, на падение, на то, что рынок останется в диапазоне. И уже исходя из этого, под его индивидуальные хотелки, скажем так, подбираются продукты, подбираются инструменты, которые его составляют. Смотри, ты говоришь о том, что прежде чем порекомендовать какой-то продукт этому клиенту, вы его мнение о рынке выслушиваете? Конечно, да. То есть в этом случае он должен быть, ну, как минимум, там, если уж не профессионалом рынка, то какой-то отношение к нему есть? Должен разбираться. Нет, у нас, безусспорно, есть какие-то типовые продукты, то есть мы приходим, мы ему показываем каталог, вот-вот-вот, выбирайте. Если он говорит, ой, это мне не нравится, это не нравится, это вот тут на рост, я думаю, не вырастет, это упадет, нет. А вот нет ли у вас там такого же, только там с перламутровыми пуговицами? Вот, вот тогда уже включается финансовый инжиниринг, и мы начинаем выяснять, а что вы, собственно, хотите, какие риски, какую доходность, а на что мы будем делать ставку и так далее. И уже исходя из этого, собирается он продукт под его... Основная идея такая, да? То есть большая часть этого капитала идет в фиксированную доходность, да? А какая-то не очень большая, это вот инструменты срочного рынка. Это, да, опционы, как правило, опционы. Я понял. Ладно, значит, смотрите, мы немножко отвлечемся от этого, и я предложу вам вопросы, ну, один из них, по крайней мере, от Юрия он пришел. Уважаемые гости, говорят, что фондовый рынок всегда является опережающим индикатором по отношению к экономике. Вот говорят, соответственно, я хотел, чтобы вы прокомментировали, насколько это правда. Ну, и если это правда, учитывая, что наш рынок не растет, не означает ли это, что в следующем году ожидается, по крайней мере, стагнация экономика России? Спасибо. Давай, Саша. Ну, утверждение, ты считаешь, справедливое утверждение, что это вот некий индикатор опережающий... Во-первых, очень логичный и хороший вопрос, да? Во-вторых, да, я действительно думаю, что фондовый рынок является опережающим к экономике. Почему? Поясню, почему. Механизм в общем, да, понятно, что немножечко упрощенно, но, в общем, есть крупные капиталы, скажем так, которые видят, точнее, стараются видеть все-таки экономику глобально и которые делают глобальные ставки. То есть, ну, которые покупают Россию... Они, кстати, техническим анализом не пользуются. А вот, кстати, бог его знает. Теханализ, он не только на пяти минутках работает. Другой вопрос, если на месячный... А на самом деле есть так называемый межрыночный технический анализ, да, который на самом деле является техническим, не классическим техническим анализом, но все-таки, да, и когда мы смотрим, например, рисковые и безрисковые активы сильно расходятся, например, безрисковые активы, скажем так, растут, потому что всем страшно, рисковые сильно падают, да, то есть примерно какие-то статистические закономерности, где они могут расходиться, и здесь можно как раз начинать перекладываться из одного в другой. То есть здесь тоже теханализ рулит немножечко. Вот, но тем не менее, они делают ставку на сильные экономические, скорее такие циклические какие-то движения, да, и если мы говорим про то, что, например, да вот там базовый инфляционный сценарий выхода из вот этого там большого мирового кризиса, да, ну, это коллапсом-то не назвать, нормально все, на дорогу вчера коллапс был, а это кризис. Сегодня его продолжение, кстати, ожидается, но это все сейчас тает, это нормально. Вот если подморозит, то будет вообще труба. Так вот, значит, например, как только появляются первые признаки, например, роста инфляции, ну, в Штатах, да, более или менее, то крупные деньги сразу начинают играть, условно говоря, в те активы, которые от этого выиграют. Или уходить из тех активов, которые проиграют. Если мы видим начало какого-то процесса и понимаем, что он будет в течение какого-то времени, да, то ставки делаются в начале процесса или при появлении тех, скажем так, причин и показателей, да, которые дают большую вероятность того, что процесс начнется. Да, именно поэтому фондовый рынок это все-таки отражение, такое вот опережающее отражение. Ожидание, да? Да, конечно, ожидание. Фондовый рынок живет ожиданиями, все, живет ожиданиями, реагирует на новости. Что касается там нас, то я считаю, что мы... Ну, смотри, ты ответил на первую часть, а вторая, учитывая, что наш рынок не растет, значит, нам в следующем году... А вот здесь вот я, наверное, не соглашусь. Почему? Потому что, наверное, не стоит, точнее, стоит посмотреть на наш российский фондовый рынок, как на не совсем самостоятельный. То есть, если есть отток капитала из России, да, ну, соответственно, все, мы не сможем выкупить вот это вот, грубо говоря, вот эти все продажи, если так совсем банально, собственными внутренними деньгами, да, отток потихонечку идет. Вот, плюс к тому, все-таки, для того, чтобы начали глобально покупать Россию, нужно, чтобы аппетит к риску все-таки немножко разгорелся. Глобальный именно. Глобальный именно, да, потому что, ну, опять же, Россию или покупают, или нет. С точки зрения там глобального инвестора, ему без разницы, он не смотрит на какие-то акции там конкретные, ну, может быть, там, две-три фишки. Он Россию... Россия это риск, вот он либо его берет, либо не берет. Вот, поэтому здесь, наверное, стагнацию экономики я бы не на основании вот этого вот факта не прогнозировал. Все-таки мы думаем, что процента на 3,5, просто забыл прогнозы Минэконом, где-то, наверное, по-моему, где-то 3,5, что ли, 4 или 3,2, вот так вот. Короче, между 3 и 4 процентами рост мы должны увидеть в следующем году. Опять же, если хотя бы ситуация не изменится, да, то все более-менее нормально. Промпроизводство у нас, кстати, растет, то есть, если посмотреть, да, вот, рубль более или менее, там, крепкий. По крайней мере, волатильность рубля там снизилась. Стабильный, да. Вот, поэтому не стал бы я делать такие вещи, причем не стоит забывать, последняя маленькая нотка, то, что мы все-таки это хайбета рынок с высокой корреляцией. И если нас начнут покупать, ну, так, глобально, да, то это произойдет довольно быстро. Просто придет сюда X, там, десятков миллиардов долларов, а мы сами маленькие, и это нас вынесет, бог его знает куда. Выше 1500 однозначно. Однозначно. Потому что ты как знаток, не выше 200. Не, может, получается такой тренд, как мы наблюдали в 2005-2006 году. Ой, хотелось бы. Вполне, да. За 9 месяцев рынок там чуть ли не утроился. Да, 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 да. Ну, вот, что касается вот этого опережающего индикатора и сигнала на то, что нашу экономику ждет России, экономику России ждет стагнации. Александр сказал все правильно, полностью с ним согласен. Рынок, фондовый рынок действительно является опережающим индикатором. Вот. Ну, хотя бы в силу того, что сюда можно быстро, в силу его ликвидности деньги можно быстро вложить и также быстро продать бумаги, вывезти. То есть, это не получится сделать там ни с недвижимостью, ни с каким-то бизнесом. То есть, если ты туда пошел, то ты пошел туда всерьез надолго, на годы. Быстро продать какой-то завод и забрать. Ну, это логично. Обналичить деньги не получится. За нормальные деньги быстро не продашь. Да, да, естественно. Вот. А на рынке все это можно сделать. То есть, сегодня у тебя кэш на руках, завтра ты закупился в бумагах, послезавтра ты все продал, опять вышел. Вот. Поэтому, когда какая-то ситуация неблагоприятная, то, что мы наблюдали в 2008 году, сначала начинают падать фондовые рынки, и потом начинается коллапс в экономике. То же самое восстановление начинается, когда в экономике все плохо, там все аналитики пророчат, что все конец. Еще хуже будет. Еще хуже, да. Рынок, фондовый рынок вдруг ни с того ни с сего начинает расти. Все говорят, что это рост необоснованный, что так не может быть, что на самом деле все плохо. Это проглятые инвесторы, проглятые спекулянты раздувают очередной пузырь на фондовом рынке. Но почему-то этот пузырь не лопается, движение идет, 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 приходят все новые инвесторы, покупают, покупают, и глядишь, хоба, фондовый рынок после кризиса уже и восстановился. Да, и оказалось, что экономика начинает восстановиться. Да, и мечты за ним, и начинает подтягиваться экономика. И Сбербанк 100, и промпроизводство вышло на тот уровень. А ты ждешь, что Сбербанк? Не, он уже был после кризиса. Ну, после, я сейчас имею в виду. Сейчас 190 рублей. Уже, хорошо. Да, 90-то недалеко, да? Чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Вот, ну а то, что прогноз, то, что раз у нас сейчас все стоит, и следующий год тоже будет стоять, неоднозначно, потому что людям как бы свойственно то, что они сейчас ведут на рынке, экстраполировать будущее. То есть, если индексы падают, они думают, что вот он будет падать, всю жизнь будет падать. Если он растет, он вечно будет расти, если он стоит, он будет вечно стоять на месте. Такого быть не может. Вот, наоборот. На самом деле, наоборот вообще. Ну да, в плане стоит, мне нравится наоборот. Как это наоборот? Ладно, мы сейчас слушаем много... Чем дольше рынок стоит на месте, тем потом все меньше. Итак, продолжаем наш разговор. Тема сегодняшнего сухого остатка – новые инструменты инвестирования, структурные продукты. Еще мы поговорим о них сегодня обязательно. И причина тому очевидна. Казалось, ничего не движется. В гостях сегодня Сергей Дорогавцев, руководитель отдела биржевого рынка и инвестиционного холдинга «Финамо», Александр Лапутин, директор, руководитель направления персональной брокерской обслуживания и структурные продукты брокерского дома «Открытие». Так, 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 давайте вот о чем. Вернемся мы немножко, точнее, отойдем немножко от точечного нашего взгляда на российский рынок. Потом, естественно, вновь возвратимся. Фискал-клифф. Саша, вот эта тема, она будоражит умы многих. Я вижу и твой ум, она взбудоражила. Сейчас в глазах у тебя, по крайней мере, это видно, это читается. Давай, что ты по этому поводу можешь сказать? Ну, что могу сказать? Ну, мы на самом деле, вот, к слову, стратегия, которую мы писали последнюю, она называется «Балансируя на грани фискального обрыва». Серьезно. Да, 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 это вот, ну, буквально в конце октября, вот на четвертый квартал, там, мы писали. Вот, наши ребята очень хорошую штуку изобразили в этом плане. Но, ну, фискальный обрыв, там, ну, что это такое, да? Это одновременное снижение бюджетных дотаций и повышение налогового времени. Точнее, отмена налоговых льгот. Я бы так конкретизировал чуток. Вот, насколько штука опасна и насколько она будет действовать? К сожалению, да, действовать будет. Деньги из экономики, скорее всего, будут удаляться из штатовской. То есть, чтобы не соврать, Бернанке обещал по 40 миллиардов добавлять, но, насколько я помню, минус 50 будет примерно ежемесячно с начала 2013 года. То есть, плюс там, скорее всего, по текущей математике выйти будет сложно. Вроде как появляются, вот я слышал, по-моему, на этой, что ли, неделе от Обамы и, по-моему, то ли от министра финансов, то ли от Смола Бернанки, не помню, что якобы мы найдем способы, что, как бы, купировать частично этот фискал клиф и так далее, и так далее, вполне могут найти. Понятно, что они этим озабочены, но я бы, скорее, все-таки сказал, что это будет актуально до тех пор, именно вот дотации, да, до тех пор, пока, ну, и они будут возможны, такие дотации, до тех пор, пока ставки будут низкими. То есть, если вот, кстати, тоже вот выдержка из этой стратегии, да, что если Бернанки говорит, что мы до конца, там, 15-го года или до 15-го года будем держать ставки низкими, на самом деле он в 14-м году, по идее, должен быть заменен, да, то есть здесь не стоит расценивать это как железное обещание. Плюс к тому, что, действительно, если инфляция поползет вверх, то это будет полнейшее самоубийство и глупость держать ставки низкими. Ну, может быть, так и рассчитываешь, что, ну, условно, до конца 15-го года инфляции никакой не будет, да, 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 там разберемся, скорее всего, действительно, так и будут разбираться, но к чему это может привести? Это может привести, кстати, вот, посмотрите на прибыли американских компаний, они уже начали снижаться, это важно. И, в принципе, вполне возможно, вот, сценарий такого сползания американского фондового рынка на годик вниз, да, вот, за счет и фискал-клифа, отсутствие стимулирования, то есть, вот, как мы в прошлый раз говорили, кстати, здесь, что, скорее, вот этот вот рост американского фондового рынка, он не экономический, он монетарный. То есть, не из-за того, что экономике все великолепно, а из-за того, что просто бабла много, вот. Дальше вот эта причина потихонечку начнет уходить. И дальше, действительно, американская экономика, это у нее темпы роста, это, мягко говоря, не лошадиные, то есть, близкие к нулевым, скорее, да, вот. И потихонечку фондовый рынок все-таки должен запрайсить это, условно говоря, каким-то образом отыграть. Это абсолютно, кстати, не значит, что весь мир, особенно мы там, будем валиться. Не факт. Важно будет посмотреть, каким образом действительно, что придумают относительно Фискл Клиффа к началу года, и важно будет посмотреть отчеты компании за год. Кабы вот не провалили бы рынок до этого, но если провалят на отчетах еще, начнут валить, то, может быть, это будет такая хорошая возможность купить. Потому что, действительно, вот еще раз говорю, посмотрите на прибыли американской компании, они уже начинают снижаться. То есть, ну, важная вещь. Ну, смотри, вот это движение, да, основанное, да, точнее, связанное с тем, о чем ты говоришь, оно может случиться до конца этого года? Маловероятно. Скорее всего, это уже январский. Да, до конца этого года, на самом деле, я бы сказал, что ставки сделаны, ставки больше не принимаются. Ну, то есть, здесь скорее будет сейчас у инвесторов, если брать таких глобальных, позиционирование своего портфеля в 2013 год, причем, скорее, не глобальные какие-то пересмотры, а просто вот где-то что-то зафиксировать, где-то там брать на себя риск, там, переходы не брать и так далее. То есть, скорее, просто немножечко перетрясти. То есть, каких-то глобальных таких ставок, я не думаю, что будет сейчас делаться. Скорее, это первый квартал. Согласен, до конца года никаких серьезных потрясений на рынках в целом не предвидится. До конца года, я думаю, серьезного, ничего такого интересного мы не увидим. А вот самое интересное будет, как всегда, 9 января. В этом году у нас опять длинные. Вот, 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 я хотел сказать. Да, да, да. Отменился, да? Мы, по-моему, восьмого, что ли, работаем только единственное. Восьмого, последний выходной. А, восьмого, по-моему, последний выходной, но биржи работают. По-моему, да. Да, 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 единственный, когда выходной, биржи работают. Короче говоря, мы опять получим 10 выходных и получим русскую рулетку на выход. И вдогон, и вдогон. То есть, это будет самое интересное. Да, это правда. Ну, то есть, к этому тоже надо готовиться. Есть вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, спред на рынке нефти между Brent и LightSuite. Как оцениваете дальнейшую волатильность? Ну, или там, в плане сужения, расширения, Саша? Ну, скажу честно, что потерял я чуть-чуть на этом спреде. То есть, когда он был... А что, ты арбитрировал, что ли? Да, немножко арбитражировал чуть-чуть. Но, опять же, благо научили ставить стопы. Ну, то есть, действительно, там был, как правило, WTI. Там спред был долларов на 6, был дороже там на 3 и так далее. То есть, спред был положительный. Но когда, получается, когда они сошлись в ноль, то есть, после плюс 5 долларов в среднем, даже больше, когда они сошлись в ноль, когда WTI стало дешевле на 5 долларов, на 10, на 13, честно говоря, в районе 13 долларов у меня появилась мысль, вот сейчас я как нарежу денег, благо просто все-таки с умом, да? И потом, по-моему, где-то на 15, на 16, что ли, соответственно, мы вышли. Потом он был 20, чтобы не соврать с лишним, чуть не 22, что ли, я не помню. Очень много было. И очень многие там полегли, на самом деле, те, кто не закрылся. Вот. Причем, в последнее время он довольно стабилен. То есть, это WTI дешевле. Вот. Бренд дороже и примерно там на более-менее одну величину. С точки зрения фундаментального обоснования, почему более качественная нефть, более легкая, там, Лайтсвит, дешевле, точнее, чем Бренд, честно говоря, я вот аргументированных таких, ну, причин назвать не могу, просто в этом не специалист. Но я не думаю, что сейчас что-то может произойти, что развернет эту ситуацию. Я скорее думаю, что ситуация будет более-менее стабильной. Здесь, на мой взгляд, должен произойти какой-то сдвиг либо в спросе, либо географически сместиться какой-то, вот именно, баланс предложения. Ну, ты арбитражом не занимаешься больше? Нет, сейчас уже нет. Сейчас уже нет, но опять же, это арбитраж, не то, чтобы я там сидел бы на этом арбитраже, просто, как это, предпочитаю быть универсальным солдатом. Если видишь какую-нибудь возможность на любом из рынков, вот она есть, она понятна, риски понятны, вошел, либо заработал, либо нет, вышел, сидишь где-то другой, да. Вот, ну, да, не получилось в тот раз. Сережа. Я от себя скажу, что вот эта вот идея торговли арбитража, да, вернее, спреда, когда мы берем какие-то активы, которые вроде бы имеют высокую корреляцию друг с другом и пытаемся, там, сыграть на этой вот разнице. И ждем, когда справедливость восстановится. Справедливость восторжествует. Восторжествует, да. Вот, плавка, на самом деле, о двух концах, да, пока все это дело работает, и они ходят достаточно скоррелированно, и вот этот спред, он имеет, там, небольшие фруктуации, но возвращается, все нормально, все работает, кажется, вот он, грааль найден, можно зарабатывать, там, деньги, как печатный станок открыл. Вот, но потом что-то фундаментально меняется на рынке, вдруг, да, вот как вот с нефтью ситуация, спред расходится, и все, и что делать дальше, непонятно. То есть я бы очень осторожно относился бы к такой торговле, ну, у каждого свое на рынке, у каждого свой путь, ну, в начале своей карьеры я несколько раз обжигался, там, на разных спредах, там, ну, не на нефть, а там, не знаю, сургут, сургут спред, ну, между обычными акциями привилегированы, ну, в начале, там, двухтысячных годов, вот, ну, мне кажется, что все-таки это не такая эффективная торговля, что ли, как это обычно преподносится. Маркет нейтральный, на самом деле. Да, 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 то есть тут, скажем так, доходность очень сильно ограничена, а риски тоже очень большие. Риски есть, да, и на самом деле, да, вот тут в основном-то, те, кто постоянно этим занимается, ну, можно этим заниматься с умом, а можно, значит, что, да ладно, они вместе будут ходить, так, я с плечом это куплю, с плечом это продам, да, есть такое выражение, что на Уолл-стрит много могил трейдеров, последними словами которых до этого было, типа, до этого не может быть, да. Вот это вот, это очень опасно, на самом деле, потому что, если один раз это произойдет, потом в жизни не отыграешься. Согласен, ну, и тем не менее, на перспективу, как ты видишь, сузится спред или опять они вернутся, поменяются местами? Я так скажу, что, ну, опять же, не являясь там экспертом в этом вопросе, да, я не вижу каких-то причин, которые могут этот баланс сдвинуть. А истинную причину, почему так произошло, да, я не до конца понимаю, возможно, это какие-то географические вещи, что нельзя, например, сорбитражировать там накладные расходы и так далее, да. Вот, но каких-то вот на горизонте там вещей, которые вот этот вот баланс могут подвинуть, я не вижу, поэтому я скорее предпочту туда не лезть и скорее скажу, что я бы вот ставил, ну, не с той, что ставил, думаю, что примерно в ближайшее время этот баланс сохранится. И, наверное, бренд будет дороже в ближайшее время, то есть, ну, вот так же. Идеи не вижу там никакой. Ну, я понял. Инвестиционной. Кстати, не секрет, да, что мы очень часто привязываем динамику отечественного рынка именно к стоимости нефти, а есть какая-то, ну, я так хочу, разница, да, насколько он будет двигаться, наш рынок, в зависимости от того, какой спред между брендом и лайтсвитом. Мы считали как-то корреляцию между индексом РТС и нефтью, на самом деле она не такая большая, как это кажется. Не такая большая. Не такая большая. Она увеличилась в последние годы, вот там, последние 2-3 года, вот, до этого она была не такая большая, вот, точно цифры не скажу, там, может быть, 0,6 или 0,7, вот, ну, не один, не 100%, как это обычно думают, вот, а будет ли зависеть динамика нашего рынка от ширины спреда? Ширины спреда, да. Сложно сказать. Тут неизвестно, что будет со спредом, но раз рынок оценивает это так, раз участники зачем-то почему-то этот спред держат, значит, почему-то это так. Значит, это кому-нибудь нужно. Да, значит, да, если звезды зажигают, это кому-нибудь надо. Ну, кстати, вот это вот действительно не совсем жесткая корреляция между стоимостью нефти на рынке, да, и поведением нашего отечественного фондового рынка, она чем обусловлена? Точнее, раз корреляция это чем обусловлена? Да не должны мы, собственно, ну, понятно, что нефть на нас влияет, влияет на все, и на финансовый сектор, и на недвижимость, и на все, на все, на все, потому что если нефть сильно дорогая, большое количество денег в страну, соответственно, рубль укрепляется. Ну, то есть логика очевидна. Логика очевидна. А почему это перестало работать? А, ну, работает хуже. Не то, что перестало работать, почему в моменты каких-то сильных движений действительно есть корреляции, мы ходим сильнее, чем нефть, мы такой вот leveraged на нефть немножечко, да, то есть когда эта корреляция пропадает, ну, имеется в виду, когда движений сильных нет, мы немножко меньше, может быть, отвязываемся от нее. Опять же, у нас есть система налогообложения, которая потихонечку вот этот спрот подрезает, да, то есть когда мы имеем резкий, там, резкий взлет цен на нефть, мы понимаем, что на коротком промежутке времени, по-моему, месяца два, что ли, да, нефтяные компании будут больше, получается. Если дальше нефть встанет и, не дай бог, упадет, это может, эти ножницы могут немножечко подрезать все это счастье, их доходы в другую сторону. Поэтому, ну, корреляция, она достаточная, чтобы назвать нас нефтяной по большей части страной, ну, экспортно-ориентированной в плане сырья, это очевидно, да, но все-таки у нас, если мы не берем экспорт, если мы берем ВВП, там же, чтобы не соврать, у нас ВВП обрабатывающей промышленности, по-моему, процентов 40, что ли, и так далее, то есть мы, ВВП, у нас далеко не одна нефть. И на фондовом рынке-то, ну, фондовый рынок на 50% из нефти состоит, да, там, если РТС взять. Поэтому, ну, это как минимум оправданно, да, плюс скорость реакции, например, не знаю, банковского сектора на рост нефти не такая же, как нефтеновый или, не дай бог, там потребительский сектор, да, вот, поэтому, ну, вот, вот, вот поэтому. Вот поэтому и ясно. Ладно, еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим разговор. Ну, что ж, продолжим наш разговор. Сереж, тебе вопрос, еще раз, точнее, не вопрос, а возможность поподробнее рассказать о вот этой новой форме структурных продуктов. Ну, не то, чтобы она новая, она во всем мире известна уже несколько десятилетий, просто она вот последнее время... Ну, она сейчас востребована наиболее. Актуальна, да, актуальна, она приходит в Россию, да, и все больше широкая масса клиентов узнает об этом и пользуется активно. Ну, как я уже сказал, она, значит, продукт может быть индивидуально скомпонован под нужды клиента, вот, у него есть очень такая положительная-положительная особенность, что можно сформировать структурный продукт так, что он не будет нести на себе риска, в себе риска. То есть клиент в худшем случае, если клиент сделал, движение рынка было против клиента, клиент получил свои деньги назад, то есть доходность будет ноль, вот. Ну, а если движение совпадет с направлением, которое выбрал клиент, клиент получит какой-то процент от движения базового актива. Допустим, сделали мы ставку там на рост акций Сбербанка, если Сбербанк упал, клиент возвращает, получает обратно там через три месяца или там через полгода свои деньги назад. А если Сбербанк за это время вырос, то клиент получит, допустим, 30% от роста стоимости акции. Слушай, а это военные тайны, вот, мне интересно, если Сбербанк упал, то клиент получает свои деньги обратно. Это официальная информация. Это официальная информация, нет, абсолютно. Это условия продукта. А как это может быть-то? Ну, вот, за счет того, что мы комбинируем в себе часть с фиксированной доходностью и часть опционную, мы перекрываем возможный убыток, который мы получим от опциона, доходом от облигации, там, либо от депозита. Вот, и тем самым мы на выходе при неблагоприятном сечении обстоятельств получаем ноль. Вот, если клиент выбирает структурный продукт с риском, то есть он говорит, да, я готов на себя взять риск, там, 5%, тогда, соответственно, коэффициент его участия будет выше, там, процентов 60-70. То есть заработать он сможет побольше. Соответственно, заработать будет сможет больше. Чем больше риск берет на себя клиент, тем, соответственно, больше он может заработать в случае, если движение базового актива произойдет в нужную ему сторону. Вот, ну и, соответственно, можно расценивать такие структурные продукты, как некий аналог депозита. То есть для тех людей, которые боятся потерять деньги, но очень хотят попробовать свои силы на фондовом рынке, хотят как-то вот приобщиться, да, то есть с чего-то начать, но потерять боязно. Можно рекомендовать вот такой структурный продукт с нулевым риском. То есть в худшем случае ничего не потеряли, в лучшем что-то заработали. То есть он раз попробовал, два раза попробовал, три раза попробовал, уже вот чувствует, да, там, как движение рынка, что куда, как там, свое отношение к риску. Вот, уже после этого можно ему рекомендовать там более какие-то сложные структурные продукты, либо... Главное, чтобы прикоснулся к фондовому рынку. Да, 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 да. То есть вот как бы без риска, но участвовал. Ну это здорово. С технической точки зрения есть какие-то ограничения по минимальному размеру капитала, по времени, когда он должен находиться в этом, собственно, договоре? Да, 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 да. А вот на три месяца там освободилась какая-то сумма, вот ее можно попробовать инвестировать в структурный продукт. В худшем случае ты ничего не потеряешь, в лучшем ты можешь что-то заработать, там, как копеечка. Я вам хочу сказать, мы приближаемся к идеальному рынку, к идеальной услуге, я бы так сказал, к идеальному инструменту. Ну смотрите, нулевой риск и возможность заработать. О чем еще мы мечтали, начиная профессию трейдинга. Есть вопрос, кстати, от Юрия. Уважаемый гость, а какую выгоду из структурного продукта получают брокерские компании? Один миллион слишком большая сумма для большинства граждан для участия в данной программе. Ну это мнение Юрия. Ну на самом деле мы 500 тысяч, вот Сергей. Ну 500 тысяч, да. Какую выгоду из структурного продукта получают брокерские компании? Ну, какую? Соответственно, брокерская компания на чем зарабатывает? На том, что делает продукт и берет за него плату. То есть есть на самом деле несколько вариантов, что структурный продукт делается за такую-то комиссию, за брокерскую комиссию, которая составляет там столько-то. Есть вариант, когда за структурный продукт клиент практически ничего не платит. То есть клиент приходит, если взять на нашем примере, клиент приходит, и у него комиссия независимо от суммы. Извините, я тебя перебью. Я на самом деле понимаю вопрос Юрия, ну и такие вопросы часто звучат. Посмотрите, брокерская компания, она что-то создает, создает, предлагает, 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 а по факту вот так на поверхности ничего, за это не берет никаких денег. И это возникает, ну ты понимаешь, в психологическом жизни возникает какое-то сомнение. Это понятно. Может быть это какая-то вот обманка. Да нет, на самом деле все просто. На самом деле все просто, да. Смотрите, как Сергей сказал, это правильно. Структурный продукт, что это такое? Это большая часть депозит, меньшая часть опцион. А вот теперь представьте, приходите вы в банк и говорите, я хочу положить депозит. С вас комиссию возьмут? Конечно. Комиссию за депозит? А, sorry, нет. Нет, не возьмут. Деньги заплатят? Проценты заплатят? Да. Заплатят. Хорошо. Где банк зарабатывает? На привлечении ваших денег в депозит. Смотрите, если брать структуру, например, там крупные финансовые компании, там холдинги и так далее, которые могут зарабатывать на том, что вот, например, там, не знаю, есть брокерский дом там открыть, есть банк открыть. Вот брокерский дом открыть, клиент приходит и дает, там, не знаю, не важно там открытие или что-то, да, вкладывает эти деньги в структурный продукт. И вот эта вот брокерская компания в качестве депозита будет использовать депозит своего родного банка. И в целом корпорация, компания зарабатывает на том, что эти деньги привлекаются, называется, в пассивы банка. Именно поэтому и на этом в том числе зарабатывает. И здесь это плюс и компании, и клиента. То есть клиенту нет, ну, как бы существенно меньше дополнительной издержки, а компания в целом тоже зарабатывает счастливы все. На самом деле, будь то есть комиссии, нет комиссии, да, но все равно вот на этом в том числе зарабатывает. Будешь мне понравиться, что счастливы все. В любом случае, какая комиссия, она находится внутри структурного продажа. То есть ничего дополнительного он не будет, ничего не платит. Я сказал ноль Естественно, брокерс-комиссия Брокерс-компания имеет свою выгоду В этом и прелесть На самом деле, задача Заработать на том, чтобы помочь заработать клиенту Это нормально Поэтому, в частности, Юрию я Сейчас обращаюсь Ну и к тем нашим Слушателям, которые какие-то сомнения еще есть Не надо сомневаться, все здесь достаточно прозрачно И очевидно Есть вопрос от Никиты По рублю, ставки сделаны до конца года Не увидим рост по доллар-рубль до 32 уже Это вопрос 32 Никита, кстати, давно Он вообще любитель поспекулировать Этой парой, он в диапазоне Я помню, вы с ним общались так периодически Мое мнение, 32 вряд ли Вопрос, покупать сейчас Доллар или нет Вот недалеко сегодня И во вторник на инвесткомитете сидели Обрабатывали эту мысль Открыть длинные позиции По бивалютной корзине То есть По рублю и по доллару Чтобы не гадать, что из них будет Сейчас, наверное, логично То есть Продать рубль, другими словами Грубо говоря, продать рубль Другой вопрос, что может быть Немножечко подождать Когда поближе подойдет Но в принципе Да, я думаю, что это можно Не по корзине, а по доллару Рубль Ну по доллару Рубль, но может быть С половиной 30 Ну 30 это уж прям совсем хорошо Было бы, да? В 30 честно не верю Вот просто не верю Не могу обосновать, не верю Бог его знает, может будет Если не веришь Ну 32 в любом случае ты не видишь, да? До конца года Но это прям должен быть взрыв какой-то Прям Не знаю где Я тоже думаю, глобально он останется В диапазоне последних двух месяцев 32 мы не увидим, скорее всего Большой вероятностью Точно вниз он тоже, наверное, не пойдет В первом квартале 30 Ну и потом опять Вспоминая, да, о том О чем мы говорили чуть раньше Никаких глобальных потрясений До конца года мы не ожидаем И, соответственно С чего ему вдруг, да Ну да, куда-то лететь Такие броски видеть, да Ну давайте Немножко времени осталось Собственно, но Буквально два слова О ближайших перспективах До конца года Ну, мой стандартный сценарий До конца года Это все-таки Рост Скорее всего Слабенький Скорее всего С такой Волатильный Вот Там до середины Ну, там декабрьская экспирация Скорее всего К ней подтянут Дальше Будем сидеть и думать Что делать Но дивидендный период на носу Поэтому есть хорошие идеи Сереж, извини Ты сейчас тоже Можешь Об этом сказать Но вот есть вопрос Видимо тебе Непосредственно Я его зачту От Галины Назовите надежную брокерскую компанию Для структурного продукта Я назову Финам, конечно Можно я тоже назову Можно я тоже открытие назову Это забавно Спасибо, Галина Ну и два слова буквально Под прогнозом Ну, статистика Анализа Индекс РТС Показывает Что в 70% случаев Декабрь Месяц растущий Вот Кстати, да Вот Так что, наверное Скорее всего Исключением этот месяц Не будет Думаю, что будет Да, плавный рост Какой-то Вот такой Без экстремизма Потихонечку Потихонечку Тихий сап Что называется Ну и слава богу Нам экстремизм Туда к 1500 А там вот уже После нового года Начнется самое интересное Пробьет или нет Да Хорошо, спасибо Небольшой анонс Новые вялые Как стать революционером Не испортив отношения с властью Сразу после выпуска новостей Слушайте реальное время С писателем и художником Максимом Кантором Я благодарю моих сегодняшних гостей Сергей Дорогавцев Александр Лапутин Уважаемые слушатели Вам спасибо за внимание Напоминаю, что вас ждут Суббота и воскресенье Поэтому надо отдохнуть От всяческих Рыночных потрясений Набраться сил Увидеть наконец Своих близких и родственников А потом в понедельник С новыми эмоциями С новым Так сказать Пылом на рынок Успехов на рынке Всего хорошего Счастливо, хорошего Спасибо